Октябрь – время подведения итогов за прошедшие 9 месяцев текущего года. На этой неделе о том, что было сделано и что еще предстоит, журналистам рассказали сразу в двух ведомствах – Ирбитском районном суде и межмуниципальном отделе МВД России Ирбитский. Пресс-конференцию по итогам 9 месяцев работы Ирбитского районного суда Надежда Бунькова начала со статистики рассмотренных дел по уголовным преступлениям. Так, за отчетный период осуждено 179 лиц, из них за особо тяжкие – 21 человек, за тяжкие – 57. Преступления средней тяжести совершили 79 лиц, небольшой тяжести – 22. Надежда Анатольевна отметила, что в этом году впервые при рассмотрении уголовных дел судьями Ирбитского районного суда были применены положения части 6 статьи 15 Уголовного кодекса, когда изменяется категория преступления с тяжкого на средней тяжести. Эти два дела были связаны с несовершеннолетними подсудимыми, оба они были обвинены в совершении квартирной кражи, а это тяжкий состав. Проанализировав все, председательствующий пришел к выводу о возможности изменения категории на среднюю тяжесть, и поскольку ущерб был возмещен, то потерпевшие не возражали, прекратили дело за примирением сторон. А второй ребенок был отправлен, были применены меры принудительного воспитательного характера, он был отдан под надзор родителей и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. В отчетном периоде отмечено небольшое снижение количества рассмотренных административных дел, снизилось также и количество рассмотренных гражданских дел. В рамках действия кодекса об административном судопроизводстве, который вступил в силу в 2015 году, судом были рассмотрены 15 дел об оспаривании действий либо бездействия органов местного самоуправления. Органов государственной власти – шесть. Организаций, наделенных государственными или иными публичными полномочиями – девять дел. В качестве примера Надежда Анатольевна привела иск к РОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Рыбицкий». Был иск Джафарова такого, он житель Талицкого района, но был остановлен на 93-м километре трассы «Рыбит-Байкалова». Он обратился с иском к РОГИБДД МВД России «Рыбицкий» о признании незаконным действиям инспекторов ДПС, обязанности возместить убытки, взыскании морального вреда. Поскольку большой груз был поставлен на штрафстоянку, областной суд согласился с решением суда, а решением суда было, «Рыбицкого суда» было отказано в удовлетворении войсковых требований, посчитали, что все было сделано верно, никаких нарушений прав не наступило. За 9 месяцев 2018 года судом также было рассмотрено 3 дела об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов муниципальных образований. 11 дел рассмотрены о приостановлении или ликвидации политических партий или их отделений. Количество обращений за помощью в правоохранительные органы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года растет. Однако при этом поставленных на учет преступлений становится меньше. Процент раскрываемости при этом сохраняется на уровне 72%. Таковы основные статистические итоги работы «Рыбицкого отдела полиции» за 9 месяцев текущего года. На фоне общего снижения количества зарегистрированных преступлений на 60% снизилось количество совершенных преступлений против личности. Краш на 14%. Из них квартирный краш проникновения на 26,3%. И на 14,3% снизилось количество угонов автомототранспорта. Однако легче работать при этом полицейским не становится. Причина тому настоящий кадровый голод. Сегодня общая потребность отдела в сотрудниках составляет 19 человек. Недоукомплектованы практически все подразделения. И это сразу становится заметно. Например, на сельских территориях. Присутствие участкового на сельской территории решает очень много вопросов. Просто нахождение этого участкового. Потому что ни для кого не секрет количество представителей. Именно женщин у нас большее число. И когда участковый скажет свое веское слово, все-таки это играет большее убеждение для граждан, проживающих на этой территории, чем иной раз увещевание наших председателей. Именно поэтому и администрация района, и администрация города готовы помогать полицейским привлекать на территорию новых сотрудников. Решение кадрового голода. Подключайте здесь нас. Я имею в виду жилье. Мы также всегда готовы к диалогу. Обсуждались в ходе совещания и те недочеты в работе полицейских, которые были выявлены надзорными ведомствами и общественным советом. Решение однозначно. Необходимо уже в ближайшее время провести работу по их исправлению. Ведь от этого напрямую зависит, насколько защищенными чувствуют себя ирбитчане. Юлия Берсенева, Евгений Пресежнюк, Александр Свяжин. НТС Ирбит.